Я бы хотел прочитать список ягод, которые есть в России, и просто невозможно переводить. Hola amigos! Добро пожаловать! Bienvenidos a español con Kike. Я Кике, мексиканец, который почти уже 10 лет в России, и сегодня хочу поделиться то, что, мне кажется, все иностранцы страдают, когда приезжают в Россию. И это видео про ягоды. Когда я жил в Мексике, я был очень рад, что у нас есть вишня, клубника, ежевика и все, наверное. Ребята, я бы хотел сказать, что кроме вашего богатства русского языка, у вас есть богатство в ягод. И, с вашим позволением, я бы хотел прочитать список ягод, которые есть в России, и просто невозможно переводить. И, кстати, давайте сделаем чаллендж. Если вы сможете переводить все эти слова, может быть, на английском, на немецком, на испанском. Ну, ребята, если вы готовы, пожалуйста, давайте поиграем, что мы в синхронной переводе, и попробуйте переводить на ваш второй язык. Хорошо? Смогли? Это очень интересно, потому что, когда ко мне приходят гости, которые не говорят по-русски, ходим в магазин, и они типа, ой, смотри, это тортик с черешней. Что это? Это черное, но не могу сказать, что это. Это примерно сладкое, но нет. Или пойдем в ресторан. У нас есть клюквенный морс. Ребята, не делайте это мне. Это что-то кислое, это примерно как лайм, но не лайм. Что? Я до этого никогда в жизни столько ягод не видел. Правда. Поэтому, я говорю, это сложно с точки зрения запомнить и переводить, пересказать своими словами. Ну, это так круто, ребята. Купить всякие разные варенья с разными вкусами. Очень круто. И молодцы, что у вас такой огромный и большой выбор ягод. Дорогие амигос, пожалуйста, пишите в комментариях, какие ваши любимые. И тоже, если вдруг я забыл один из этих ягод, которые вы знаете, пожалуйста, подпишите в комментариях, какой я не включил. Ребята, не забудьте подписаться на мой канал. И увидимся совсем-совсем скоро. Адьёш! Будьте здоровы!